Уважаемые слушатели, C – это язык программирования высокого уровня. Что это значит? Тот исходный текст, который мы с вами написали, невозможно скормить центральному процессору. Процессор вашего компьютера не знает языка C, не понимает этих инструкций и не сможет выполнить данный алгоритм. Никакой алгоритм на языке C. Ну что ж, можно, во-первых, прибегнуть к помощи специальной программы компилятора. А во-вторых, загрузить в память. Итак, нам требуется два героя. Первый герой – это компилятор. Компилятор – это программа, которая преобразует исходный текст в исполняемый файл. Исполняемый файл. Я его назову, например, HelloExecutable. И второй герой. Да, процесс этот называется компиляция. Компиляция. А герой называется компилятор. Герой этот, естественно, это компьютерная программа. И нам понадобится с ней уметь договариваться. То есть, объяснить ей, как там, тонкости, что именно перевод нам нужен. Компилятор. Второй герой – это операционная система. С ней мы будем иметь отношение меньше. Но важно понимать, что в конечном счете именно операционная система будет тем, кто контролирует ваш вычислительный процесс, ставит его на исполнение. И перед тем, как, собственно, осуществлять взаимодействие с этим процессом, осуществляет загрузку. Процесс, собственно, постановки этой вычислительной задачи называется загрузка. Так вот. Представьте себе. Вы пишете на языке высокого уровня. Процессор потребляет машинный код. Люди не умеют читать машинный код, не умеют его переваривать. То есть, если открыть вот этот вот бинарный текст, не исходный текст, а бинарный текст, то вы там ничего не поймете. И не только вы. Подавляющее большинство программистов, преподавателей не поймут там ничего. Для этого требуется как минимум его, ну, хотя бы в ассемблер перевести. Хотя и ассемблер все равно трудно читаем и трудно понимаем. Не человекочитаемые языки. Хакеры 20 века, да, не умели для конкретных архитектур что-то написать вообще без ассемблера. Вот сейчас я не знаю, есть ли такие люди на земле. Так вот, представьте себе, что вы пользуетесь услугами переводчика и языка, на который он переводит, вы не знаете. Вы ему говорите какие-то фразы, да, а он переводит. Вы ему говорите, он переводит. Скажите, пожалуйста, чему вы больше обрадуетесь? Тому, что он послушно все переводит. Вот все, что хотите, он берет и переводит. Или, когда он вам указывает на какие-то недостатки. Вы ему рассказываете, сяпало калуша по напушке и увадило бутявку. А он вам говорит, вы знаете, этого в русском языке нет, я таких слов не понимаю и не могу это сформулировать на, допустим, немецком языке. Понимаете? Так вот, для формальных языков программирования, они все формальные, для формальных языков, там очень строго ставится этот вопрос. Конструкции должны быть четкими. Даже нарушение в одну единственную точку с запятой или точку, или что там, скобочку, это уже криминал. Поэтому компилятор, встретив ошибку, он прерывает процесс компиляции и возвращает, собственно, эту ошибку на экран разработчику. Говорит, извините, не могу это сформулировать, начинающий программист, если бы он только мог, он с этому компилятору заткнись и скомпилируй. Я уже надоел, просто там эти ошибки, компиляции выдает мне 10, 20, 30. Вы знаете, а опытный программист любит ошибки компиляции. Дело в том, что опытный программист на собственном опыте уже узнал, что ошибки бывают не только в этот момент. Самые худшие ошибки это те, которые обнаруживают уже в процессе эксплуатации. То есть программа выполняется, и вот в какой-то момент опа, и программист день, два, неделю, коллектив программистов ищет, где же там собака-то зарыта. Понимаете? А если можно на этапе компиляции обнаружить ошибку, да еще и компилятор показывает конкретную строчку, он вам показывает вот тут вот, дорогой, вот здесь вот, наверное, ты что-то пропустил, там может точку, может запятую. Слушайте, да честь ему и хвала этому компилятору и дай бог. Понятно? Поэтому постарайтесь полюбить ошибки компиляции и вчитывайтесь в их текст. Когда компилятор создают, то создатели компилятора, они стараются сделать эти сообщения об ошибках очень информативными. Конечно, все-таки это всего лишь автоматическая программа, она не сможет распознать, что же вы хотели. Но все-таки она четко формулирует. Давайте посмотрим на конкретные сообщения об ошибках. Вот программа, которую вы видели. Она, естественно, компилируется. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. ноль ошибок. Да, она выполняется. Никаких проблем. Давайте внесем в ней маленькие изменения. Например, удалим точку с запятой. Вот забыли точку с запятой и запускаем ее, соответственно, перебил. Что у нас компилятор напишет? Он напишет о том, что ошибка, error, expected точка с запятой ожидалась перед return. Не, ну, конечно же, можно формально исправить его так, но вряд ли вы так будете исправлять. Да, оно будет формально, в принципе, исполняться, никаких проблем. Вы же догадываетесь, что, конечно, ошибка-то не здесь, а на самом деле просто нужно поставить точку с запятой строчкой выше. Или, допустим, случайно программист пропустил скобку. А что в этом случае? Ну, смотрим. Вот он предполагает, ошибка ожидалась точка с запятой, запятая, или закрывающая скобка перед фигурной скобкой. То есть, он догадывается о чем-то, он не знает точно. Почему? Да потому что компилятор не может знать точно, чего вы тут хотите. Но, тем не менее, его предположение достаточно точное и позволяет ошибку исправить. Так, ну и давайте попробуем еще удалить фигурную скобку. Что он скажет нам на это? Ну, в этом случае хуже. Не все ошибки он может диагностировать совсем четко. Он, видите, говорит внутри функции main, там ожидалась декларация спецификатора перед printf. В общем, бывает иногда, но с другой стороны пропуск фигурной скобки довольно грубая ошибка, вряд ли вы такую допустите. Давайте посмотрим с вами на вот такую программу. Я специально ее заготовил, и вы можете убедиться, что эта программа компилируется. Это программа примитивный бот. То есть она осуществит короткий разговор с тем, кто программу будет запускать. I'm a bot, what's your name? Потом она scanf, это новая для вас функция, она считывает с клавиатуры форматированным образом. Считывает name, затем, что она печатает, hello, how old are you? Дальше что? Она заводит переменную age, вот эта строка, где создается новая переменная. Дальше она ее считывает с клавиатуры и печатает you're looking younger, I thought you are, ну и соответственно там пишет возраст на три года меньше. То есть в целом смысл программы нам, как человекам, понятен. Компилятор нам ничего плохого про это не сказал. Ноль ошибок компиляции. Давайте посмотрим, что у нас будет с исполнением этой программы. I'm a bot, what's your name? И оказывается, сейчас давайте напишем ему, что нас зовут Джон. Джон. И, опа, что такое? У нас программа завершилась с ошибкой. Это очень серьезная ошибка. Мы можем видеть, что у нас такого вот кода не было вообще. Это ситуация такая. Дело в том, что программа, когда она выполняется на процессоре, она не совсем в свободном полете. Операционная система продолжает ее контролировать. И в ситуации каких-то криминальных действий, она, что называется, как полиция на месте преступления в момент, когда преступник стреляет в другую программу. Вот в этот момент операционная система, она, что называется, стоп-игра, как в матрице, такая заморозка. И вместо того, чтобы пуля полетела, вместо этого процесс, который допускает подобную ошибочную, просто недопустимую, недопустимую действие, операционная система просто берет, бьет его молотом по голове и уносит его со сцены. Снимает его с исполнения. Понятно, да? Это специально так устроено ради того, чтобы не требовалось вот просто, что называется, shutdown, компьютер, restart, полный out и ахтунг. Это с тех пор, как операционная система стала вообще что-то решать и рулить вычислительными процессами, вот это так и есть. Контроль осуществляется. И все-таки, если бы не было вот этого контроля, если бы операционная система сейчас не дала программе по голове, то могла бы быть вообще катастрофа на самом деле, вплоть до форматирования жесткого диска. Ну, я шучу. Но, в принципе, теоретически, ладно, давайте вернемся к содержанию программы. Конечно, опытный программист на СИ сразу бы увидел здесь несколько существеннейших ошибок, но на взгляд они вот так вот не видны. И самое страшное, что компилятор сейчас как раз все пропускает. Он молчит и не видит ошибок. Ну, правда, точки запятые есть. Формально вроде все вот выполнено, да? Что не так? Ну, вас, может быть, смутит вот это место, что здесь у меня почему-то раз строка, а потом вот здесь и никакой запятой нет. Вы знаете, пусть вас это не смущает, в языке СИ допустимо писать несколько литералов строки с пустотой между ними. Он тогда считает, что всего промежуточного как будто бы нет. То есть, он на самом деле читает это вот так. А разбил я строчку специально для того, вот так вот, чтобы она читалась удобно. Просто перенес строчку и все. Это как раз допустимо. давайте попробуем настроить наш компилятор, поговорить с ним и сказать ему «дорогой компилятор». Вот мы с ним провзаимодействуем и скажем «слушай, пожалуйста, ты нас предупреждай, если что. я не так хорошо знаю русский язык, язык СИ, я не так хорошо его знаю, ты, пожалуйста, предупреди меня, если завидишь что-то подозрительное». Есть английское слово warning, предупреждение. Так вот, компилятор может выдать нам предупреждение и мы хотим этого. Давайте с вами захотим. Итак, зайдем в настройку Settings Compiler, настройки компилятора. Здесь довольно много разных опций. Это вещи, связанные со стандартами, какой стандарт мы будем использовать. Не важно. Сейчас мы не будем углубляться. В них я хочу показать одну важнейшую опцию. Это, вот видите, раздел связанный с предупреждениями. Warnings. Давайте откроем немножко пошире, чтобы нам было видно. Здесь есть очень много, очень-очень много разных опций, что считать и по каким ситуациям предупреждать. Меня интересует самое первое из них. Enable all common compiler warnings. То есть допустить и использовать все возможные общие, как сказать, common, самые популярные предупреждения. Видите, написано overrides many other settings. То есть, если вы ее кликните, то многие из более нижних вот этих вот вам просто не понадобится кликать. Давайте попробуем ее отметить и перекомпилировать еще раз нашу программу и посмотрим на то, сколько замечательных и прекрасных сообщений об ошибках. Давайте их оценим и порадуемся. Но мы же видели, программа не работает. На глаз определить непонятно, что не так. Вроде же все в целом правильно написано. Давайте смотреть. Читаем внимательно. Предупреждение. Формат процент S предполагает аргументы типа чар звездочка. Но аргумент 2 has type int. У него тип целое число. То есть, у нас здесь не совпадение типа. Да? Хм. Что же так? Дело в том, что у нас строка должна быть массивом символов. Естественно. а я один символ здесь сделал. Ну что ж, давайте зададим для имени, например, массив из 20 символов. Вот так вот мы это сообщение обработали, исправили и можем перекомпилировать. У нас сразу станет меньше ошибок. Сразу станет меньше ошибок, потому что оказывается, что часть ошибок касалась именно этого вопроса. Двигаемся дальше. Вот в этой строке восьмой формат процент S ожидает мэтчинг, соответствующий чар-звездочка аргумент. То есть нет аргумента, который ожидается. Действительно. Посмотрите. Вот форматная строка. В этой форматной строке есть спецификатор формата, ожидающий строчку, а параметра то вот тут нету. Параметра, который должен соответствовать и подставляться на место этой процент S штучки спецификатора. я просто забыл написать сюда name. Понимаете? И естественно, что компилятор, понимая, как устроена форматная строка, вроде это не ошибка, но формально. Printf она с произвольным количеством параметров, формально не ошибка, а фактически ошибка. И он нас предупредил, мы смогли это исправить. Давайте еще раз перекомпилируем. На самом деле было бы не обязательно, можно было бы просто двинуться дальше. Но ничего страшного, электричество недорогое, можно перекомпилировать. Посмотрим дальше. Формат процент S ожидает аргумент типа чар-звездочка, но аргумент 2 имеет тип ин. Мы уже сталкивались с этой ситуацией, давайте посмотрим. В данном случае я ожидаю другое решение. Если в прошлой ситуации я просто исправил сам тип, я сказал, да, действительно, у меня там должна быть строка, а я дал тип символ, не массив дал символов, а просто символ, то в данном случае я говорю, а, стоп, так у меня целое число для целых чисел, спецификатор формата процент D. Это все можно почитать в системе помощи, я не буду рассказывать подробно. Процент D это спецификатор формата конкретно для чисел. Давайте посмотрим сразу на второй уорнинг, что там не так. Он говорит, что age использован неинициализированным в этой функции и про ту же самую строчку. Но поскольку мы уже тут кое-что исправили, давайте попробуем еще раз перезапустить, смотрим что-то не так. Смотрите, предупреждение осталось по-прежнему. А именно, он говорит, что формат процент D ожидает аргумент типа int звездочка. Про этот тип я буду говорить чуть позже. Это важная вещь, это адресный тип, но сейчас мы проглотим это как будто бы это так и надо. Я поставлю вот такой замечательный волшебный оператор, называется взятие адреса. Будет еще потом. Поплачьте. Короче, просто вот можно считать так. А, и еще тоже магия. Вот сейчас как магия. Вот здесь не надо поставлять, а здесь надо. Вот только в одной ситуации, когда мы считываем строчку процента, только тогда не надо ставить вот эту загогулину амперсанд. Называется значок амперсанд. Shift семерка. А во всех остальных спецификаторах формата надо. Ну что же, на этом собственно ошибки у нас заканчиваются. Я имею в виду сейчас предупреждения, ошибок-то и не было. Но на самом деле эти предупреждения они масштабы ошибок. И теперь программа действительно у нас заработает. Давайте прогоним ее разочек. Как нас зовут? Джон. Hello, Джон. How old are you? Джон скажет, что ему 18 лет. Он скажет, you're looking younger or a third, you're 15. Ну все, собственно, программа завершилась корректно, вернула ноль. Счастье, удача, и можно переходить к следующему видео. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,